Привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский. Сегодня мы отправились в парк, в ночной парк, чтобы посмотреть, как ночуют птицы зимой. Весь день птицы активно кормились, чтобы легче перенести холодную ночевку. Калорийные семена подсолнечника помогут сохранить тепло и снегирям, и синицам. И хотя спят эти птицы по-разному, без сытного ужина не все смогут проснуться. Тусклый свет луны для большинства дневных птиц слишком слаб, чтобы они могли использовать его для поиска пищи. Совы – совсем другое дело. Эта длиннохвостая неясыть как раз разминает перья перед вылетом на охоту. Днем все, кому не лень, не давали сове спокойно поспать. Черные дрозды нашли длиннохвостую неясыть и обругали на всю округу. Даже в густой хвою сосен не удалось спрятаться сове от недремлющих пернатых соседей. Ну а на голых деревьях от бесстрашных серых ворон и подавно не скрыться. Большое дупло – единственное надежное убежище в парках крупных городов, где число врановых на единицу площади в несколько раз превосходит естественные нормативы. Но вот наступила ночь. Зажглись фонари вдоль тротуаров. Пришла пора воздать старицей пернатым забиякам. В 17.30, когда уже разожглись вовсю фонари, в 17.10 они уже начали включаться, а в 17.30 примерно длиннохвостая неясыть навела марафет и полетела охотиться. Я спустилась на нижние ярусы и охотилась вот в такой темноте, когда, не знаю, мне уже было практически ничего не видно. Вот она что-то умела рассмотреть. Серый неяс в такой темноте. Абсолютно бесшумный полет. Поразительный. К счастью для серых ворон, совы не злопамятны. И если есть мышевидные грузуны, то ими они и будут промышлять. В том числе и серыми крысами под кормушками для птиц. Махноногий сычий его собрать и по ночной охоте в первую очередь ориентируются на слух. Поэтому птицам, которые собрались на ночлег, главное не издавать никаких звуков. Хотя и лишние движения тоже ни к чему. Даже неугомонная стая ворон к вечеру стихает. Оно и правильно, ведь они будут спать открыто на ветвях деревьев. Только и остается надежда в большой стае, что в каждый момент хоть кто-то будет бодрствовать и в случае опасности разбудит остальных. Хищники обычно ведут одинокий образ жизни. Поэтому и спать им приходится, полагаясь только на себя. Вот так под открытым небом устраивается на ночлег ястреб-перепелятник. В ролике «Где и как ночует ястреб» мы уже подробно рассказывали об этом хищнике. При наличии выбора ястреб, равно как и сова, предпочитает устраиваться на отдых в хвойных деревьях. Под свисающими ветвями ели устраивается на покой и кедровка. Вообще похоже, что многие птицы при наличии выбора «Где ночевать» часто отдают предпочтение именно хвойным деревьям. И дело тут не только в дополнительной маскировке от хищников. Хвоя может защищать и от ветра, и от осадков. В целом большинство птиц, не относящихся к доплагнезникам, ночуют на ветвях деревьев и кустарников. При этом они всегда убирают такие места, которые лучше защищены от ветра. В городе порой самое уютное место оказывается в закрытых дворах, которые со всех сторон защищают жилые дома и другие постройки человека. Конечно, в лесах и парках тоже ночует много птиц. Черные дрозды, как на дневной отдых, так и на ночевку, устраиваются в плотных зарослях кустарника. При этом птицы выбирают такое место, где снеговая шапка служит надежной крышей и от осадков, и от зоропернатых хищников. Ну вот, разве что от пытливого натуралиста нигде не скроешься. О, куда дрозд спрятался отдыхать. Привет, друг. Как тут, уютненько? Переживать насчет излишнего беспокойства дроздов не нужно. Этого натуралиста они хорошо знают и не очень-то боятся. А может быть, даже и ждут, когда он придет. Что, семья-то вам подсыпать? Подсыпать, семья-то? Что вы будете? Орехи грецкие только есть. Вот что значит мороз, 20 градусов. Только что подошел подсыпать на люк, куда постоянно сыпал я. И вот сейчас кто-то сыпет изюм для зимующих дроздов черных. Прямо подошел, подсыпал, и они садили. То есть вот кто-то сыпет изюм тоже. Но этот, видать, уже... Нет, так ничего, есть можно. Но они вот любят светлый изюм больше. Сейчас я посмотрю. У меня, по-моему, с собой был еще светлый изюмчик. Где-то тут немножко оставалось. О, вот. Давай высыплю, раз вы тут. Вот такой желтенький они будут... То ли он слаще, то ли я не знаю, что. Черные дрозды охотно едят мелкий желтый изюм, чищенные семечки и грецкий орех. Впрочем, тот, кто купил мою книгу птицы на кормушках под кормкой и привлечения, возможно, уже знает об этой особенности дроздов. А сегодня мы еще и узнали, где они ночуют. Дрозд-ребинник тоже старается спрятаться в плотных ветвях, да еще и с колючками, как у терна или боярышника. Зимующий певчий дрозд пошел еще дальше своих собратьев и на отдых прятался под свисающим дерном. Но это для дроздов скорее исключение, чем правило. Прятаться под нависающим берегом – это больше свойственно водяному пастушку. Правда, когда пастушок более активен – днем или ночью – это еще большой вопрос. Да и раз уж мы добрались до водоема, то сразу замолвим слово и об утках. Днем, кряка и другие водоплавающие вполне могут позволить себе отдыхать на берегу. Но ночью там, где есть бродячие собаки или лисицы, сон на берегу может стоить жизни. Поэтому водоплавающие птицы могут спать на воде или на островках, недоступных для четвероногих хищников. Кстати, на берегах водоемов отличным местом для массовых ночевок служат заросли тростника. В них ночуют очень многие птицы, в том числе ласточки и многочисленные стаи скворцов и летом, и на пролете осенью. Хотя отдельные скворцы, оставшиеся зимовать, конечно, предпочитают спать в уютном скворечнике, если таково имеется. Но на ночующих дуплогнезников мы посмотрим чуть позже. Прежде отметим еще некоторых птиц, ночующих по-другому. Тетерев, глухарь, рябчик и куропатки могут ночевать под снегом. Если глубина снежного покрова позволяет, то птицы зарываются довольно глубоко, где температура стабильно держится на уровне минус 5 градусов по Цельсию, независимо от температуры воздуха на поверхности. Правда, в случае резкого перепада температуры, возможно образование плотного наста, и эту снежную корку не все птицы в силах преодолеть. С падением температуры воздуха заметно возрастает энергия существования, которую необходимо за сутки усвоить пернатым. В специальных экспериментах на Вьюрковых выяснили, что при снижении температуры воздуха с нуля до минус 40 градусов по Цельсию, потребность в энергии растет почти линейно и изменяется примерно в полтора раза для снегиря, зяблика, щегла, чечетки и чижа. Так что, с одной стороны, этим птичкам надо хорошо питаться, а с другой – экономить энергию, особенно во время сна. Поэтому во сне птицы дополнительно распушают оперение, чтобы снизить до минимума теплопотери, и им это удается. Например, теплопотери зяблика во время сна даже ниже, чем у трупа с перьями. И с понижением температуры эта разница только возрастает. Сложнее всего сохранить тепло самым маленьким птицам. Поэтому в крепкие морозы ополовники не только выбирают для ночлега непродуваемые заросли кустарника. Они еще садятся, плотно прижавшись друг к другу. Точно так же, как они сидели в детстве, когда недавно покинули теплое, уютное гнездо. Если сравнить теплопотери птицы, которая спит отдельно и спрятала клюв под крыло, то группа из пяти птичек уже может сэкономить на 20% тепла больше. Может быть, в теории это и выглядит не так много, но на практике это может оказаться решающим вопросом – доживут ли пичуги до завтрака или нет. Многие крупные птицы тоже не уступают малышам и стараются всячески обезопасить себя от холодного ветра. Например, сизые голуби ночуют в голубятнях, на чердаках и в разных нишах в постройках человека. Да и галки не будь дураками, по возможности стараются найти укромное место под стрихой или еще где. У сорок в этом плане больше независимости. Они могут ночевать в своих старых гнездах. В отличие от большинства других врановых, сороки делают шарообразные постройки из веток с крышей. Так что если снег удачно ляжет сверху, получается почти сорочья берлога. Но настоящий терем для ночевки – это, конечно, дупло. Главные строители – дятлы, само собой, разумеется, и зимой, и летом спят в домиках собственного изготовления. Есть, конечно, и халтурщики в отряде дятлов – вертишейки, которые обычно занимают готовые дуплы или скворечники. Но они на зиму улетают, так что временно количество квартир, доступных для зимней аренды, возрастает. Дятлы, с учетом старых и новых построек, обычно всегда могут выбрать удобную квартиру на ночь. Но есть и особенно любимые дупла. Самка жилны спряталась в дупло с наступлением сумерек. Неподалеку у четы черных дятлов есть целая многоэтажка из дупел. Но спать куда спокойнее в отдельном частном доме. Поэтому самец решил тоже заночевать в отдельной квартире. А может и наоборот хотел присоединиться к супруге. Да только встретил от ворот поворот. Ну, не положено дятлам зимой вместе спать. Так уж у них заведено. Осенью расходятся, а к весне снова вместе. Обиженный самец улетел недалеко и давай причитать. Какой уж тут сон. Самка вылетела к самцу и долго они еще о чем-то спорили. Наконец самец уступил. И самка вернулась в дупло на ночлег. Но старые дупла дятлов зимой не простаивают. В них ночуют другие дуплогнезники. В том числе синицы-лазоревки. Скворечники и синичники тоже отлично укрывают птичек от холодных ветров. Правда, тут надо помнить. Скворечник с диаметром литка в 5 сантиметров может воробьиный сычек заглянуть. Такая ночевка для синицы может стать последней. Поэтому естественное дупло с узким литком куда безопаснее для ночлега. В тесноте да не в обиде. Поползень даже специально может уменьшать диаметр дупла, обмазывая глиной или землей. А все потому, что воробину, сычка, никто из птиц в гости не приглашает. А он все равно наведывается. Так что, хоть и кажется, что литок в дуплянке или синичнике в 30-35 миллиметров тесноват, но такой диаметр большим синицам очень нравится. Всяко меньше вероятность, что какой-нибудь хищник пролезет. Вот это супер домик, друзья. В нем минувшим летом 2 или даже 3 раза вывели птенцов полевые воробьи. Потом, насколько я понимаю, в августе поселились осы. И сейчас там, на дне, видите, свежий помет. Явно кто-то ночует. Дождавшись наступления ночи, я пришел с фонариком в заросли терна. Если все делать осторожно, то ночующая птичка даже не вылетит из домика. Обычно у меня так и происходит. Тут синица уже проснулась от хруста снега, пока я подходил. Но, несмотря на ее бодрый настрой, так и осталось ночевать в синичнике. Потом, в течение недели, я еще заглядывал в домик днем. И по появлению свежего помета убеждался, что, несмотря на небольшое беспокойство, синица продолжала там ночевать. Но это и неудивительно. В деревне не так уж много естественных дупел, где бы могли укрыться от ветра синицы. В морозы большие синицы и другие птицы дополнительно рассучивают оперение, образуя вокруг тела воздушно-перевую подушку. Синичники, которые висят в приречных лесах или лесозащитных полосах, почти всегда бывают заняты зимой птицами. Даже те, которые летом не используются для выведения птенцов. Спят в искусственных домиках и поползни, и воробьи, и другие доплогнезники. Поползни даже делают запасы в синичниках. Правда, если есть мыши, то они могут эти запасы растаскать. Мы рассказывали об этом в двух репортажах на канале, кто делает запасы в синичнике и какие птицы и звери делают запасы на зиму. Воспользуйтесь поиском по каналу, чтобы посмотреть эти фильмы. Полевые воробьи, равно как и другие доплогнезники, тоже ночуют и в домиках, и в разных нишах построек. Они даже могут утеплять жилища осенью и зимой. Я неоднократно обнаруживал свежие куриные перья, которые воробьи приносили в синичники осенью сразу после того, как я их почистил. Старые гнезда городских ласточек тоже служат воробьям и для ночевки, и для выведения птенцов. Под шифером крыш собираются на ночлег домовые воробьи. Там же могут устроиться и полевые воробьи, и большие синицы, ну и другие птицы, которые ночуют в дуплах и нишах. Словом, птички всегда найдут, где устроиться. Главное, чтобы не на пустой желудок. А с этим у нас в саду полный порядок. Ну вот, друзья, все, что мы не за сегодня, а за многие годы наблюдений смогли увидеть и показать вам, вы сегодня увидели. Вы сегодня увидели. С вами был Василий Вишневский. Всем пока, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok